Девушки отдыхают Команда проекта просматривает тысячи претенденток, прежде чем остановить свой выбор на одной и сказать «Мы сделаем вас на 10 лет моложе». Здравствуйте, я Светлана Абрамова и вы смотрите уникальное шоу «На 10 лет моложе». Шоу, в котором происходят настоящие чудеса. Сегодня, на 10 лет назад, предстоит вернуться Елене Шевелевой из Кивантеевки. Елена Шевелева. После 17 лет брака развелась с мужем и вот уже 6 лет пытается найти свою любовь. Особенно ей нравится общаться с мужчинами в интернете. В сетях достаточно много мужчин. Они сами находятся, я не знаю как. Иногда даже нет друзей, откуда берутся. Чтобы выглядеть на фотографиях красивее и моложе, женщина освоила фотошоп. В первый раз, когда я выложила фотографию, то есть я заметила, что очень много было поставлено оценок. И пошли даже комментарии, как ты похорошела, Лена как помолодела. Так хорошо работала над своими фотографиями, убирала так 15-20 смело. И поэтому у меня поклонники достаточно молодые. Однако встречи с виртуальными ухажерами в реальной жизни не складываются. Собираясь на свидание, конечно, одеваю все самое лучшее, все самое красивое. В принципе, наверное, я бы сказала, что впечатление произвожу, но не то, наверное, которое бы хотела я получить. Пару раз было так, что я поняла, что все-таки человек видит, что есть разница. Отношения мне шли дальше. На свидание я стала ходить реже. Сегодня Елену ждет судьбоносная встреча с нашими экспертами. А сейчас нам предстоит выяснить, сколько лет Елене дадут совершенно незнакомые люди. Ну что, готова? Готова. Не боишься? Нет. Ну давай, пойдем. Пойдем. Можно на секундочку? Как вам кажется, сколько лет вот той женщине? Если смотреть на шею, то ей бы дала 43-45 лет. Да? Хорошо, я записываю. Обычно татуаж делают уже люди, которым 40-45 лет. Около 42 лет. Лен, у меня уже есть результаты опроса, общественного мнения по поводу того, как ты выглядишь. Давай начнем смотреть. Давай начнем. Давай. Понятно, что она молодится, но эта молодость ей не идет. 45. Лет 45, я думаю, дал бы. Приджеска, как это, березки. Ансамбль березка. Мне вкуса совсем нет. Розовый цвет, меховые воротнички, это все-таки для более молодых девушек. Я бы так не одела. Такие вульгарные наряды надевают девушки с панели. Мне кажется, она приехала из какой-то деревни и решила ладить на себя все самое лучшее. Девушка при данном объявлении не нравится мужчинам просто, и вряд ли у нее будут симпатии какие-то. В таком внешнем виде мужчину успешно она привлечь к себе точно не сможет. Женщины, если вы хотите найти успешного мужчину, меняйте свой облик. Чего ей стоило ожидать? Я сама какие-то моменты вижу, знаю. Ну, наверное, просто привычка уже вот так одеваться. Все обратили внимание на то, что ты пытаешься молодиться. Но это выходит не очень хорошо, смешно. Да, наверное, так. Ты сказала, что ты хочешь привлечь внимание таким образом. Ну, я так предполагаю, кого? Молодых людей. Так? Ну, да. Как обстоят дела у тебя в личной жизни? Ну, нет у меня личной жизни. Поклонников много? Ну, да, есть, конечно. Да я знаю твой такой маленький нюанс, что ты находишь очень много поклонников в интернете. Ну, да. Да? Благодаря фотографиям, которые ты умело обрабатываешь в фотошопе. Ага. Да. А когда вы встречаетесь вживую, то они разочаровываются. Ну, совершенно правильно. Ну, соответственно, я не выгляжу как на фотографии, поскольку научилась хорошо пользоваться фотошопом. Как-то так. То есть ты сама загнала себя в угол. Да. С которого не могу вырваться. Кстати, серьезная проблема, между прочим. Да. Наша ловка. Пойдем я познакомлю тебя с нашими специалистами, которые постараются тебя приблизить к глянцу, раз уж ты этого так хочешь. По результатам общественного мнения Елена выглядит в среднем на 46 лет. Сколько ей на самом деле? Прямо сейчас. Друзья, у меня вопрос. Сколько лет вам кажется вот этой девушке? Ого. Слушайте, ну это что, наша героиня? Она какая-то слишком молодая. Мне кажется, ей лет 25. Здесь 25-26. Вот так вот. Давайте из нее сделаем 15-летнего ребенка. Ой, я вас умоляю. Не надо. Ну, как по мне, где-то около 30 лет. Давайте на нее сначала посмотрим. А давайте посмотрим. Еночка, позволь познакомить тебя с командой наших профессионалов. Сергей Николаевич Блохин, пластический хирург. Катя Гершуни, эксперт по стилю. Олег Конников, стоматолог. И Евгений Жук, бьюзи-стилист. Друзья, как вам кажется, сколько лет Лене, которая стоит перед вами? 43. За 40. Я согласен, после 40. Эта девушка явно очень переживает за свой возраст и каждый день упорно что-то пытается сделать, для того, чтобы выглядеть моложе. А ее, простите, вот это вот меховое боа, мини-юбка и ободочек в этом никак не помогают. Я думаю, что вам 45-47. Сколько лет тебе, Лена? 41. Друзья мои, ну, в общем-то, в этом вся проблема. На фотографии, которые я вам показала, вы дали 25, да, в среднем. А, в общем-то, Леночке за 40. Дело в том, что Лена освоила фотошоп, и он сыграл с ней злую шутку. Она обрабатывает свои фотографии, выставляет их в различных социальных сетях. Что происходит дальше, Лена? Расскажи нам историю. В интернете все хорошо, красиво, а когда дело доходит до свиданий, то, конечно, не заканчивается это все так хорошо, как бы хотелось. Кто-нибудь тебе говорил, что заметил несоответствие? Прямо, наверное, не сказали, но это было понятно, и так. А сразу это видно вот при встрече. Жень, Жень, чтобы было понятно, давай покажу еще фотографии. Да, давай. И ты вот просто представишь себя на месте того молодого человека, который наверняка бы заинтересовался бы вот такой красоткой, как на этих фотографиях. Ой, слушайте, какая странная поза. Вы от этой ситуации просто погрязли во лжи. С появлением соцсетей такая достаточно весомая проблема. Ну, давайте хотя бы одному человеку мы поможем выбраться из этого виртуального мира, из этой лжи. Сергей Николаевич. Да, накрутили вы тут. Вы понимаете, что вот в этих фотографиях вы изменили контур своего лица? Да, понятно. То есть скелет. Я скелет изменить не могу. Даже себе сделали больше глаза. Да, просто большие нравятся. Я понимаю, что вам нравится. Расслабьтесь. А как я вам сделаю больше глаза? Не, ну, конечно же, мы вас приведем в порядок, да? Мы надеемся. Надеемся на вас. Очень, очень. Сергей Николаевич. Олег, Лене нужно знакомиться с молодыми людьми, и для этого ей нужно улыбаться. Улыбаться? Я вам просто уже отучилась улыбаться. Ну, улыбните, пожалуйста, еще раз. Олег, еще Лена мне рассказала интересную историю, что у нее до сих пор сохранился во рту молочный зуб. С лаким внешним видом, возможно. Лена выглядит немножко как ребенок. На самом деле это возможно, не страшно, нужно посмотреть снимочек, и там уже решать все проблемы. До встречи в клинике. До встречи. Катя, я думала, что у тебя есть, ух, как много комментариев по поводу того, как выглядит Лена. У меня аж наболело. Я всего ждала момента, когда же ты меня пригласишь. Дело в том, что когда женщина пытается молодиться, она как раз-таки делает себя тем самым старше. Вот эти вот ободочки, какие-то штучки такие, типа я еще девочка. Это говорит о том, что она очень сильно страдает из-за того, что она уже не девочка. В этом и есть основная проблема. Необходимо привести ее к гармоничному образу в соответствии с ее возрастом. Вот это вот просто для девочки до 10 лет. Кать, понимаете? Катюш, мне нравится вот орнамент на челках. Я видела. Я обратила внимание. То есть мы как бы впадаем реально в детство. Лен, ну не стыдно? Стыдно. Лена мне сказала, что на работу она может надеть корсет. А где работает? Бухгалтер. Я бы в жизни не сказала, что вы бухгалтер. Потому что вы выглядите совершенно, ну, правда, непрофессионально. Будете слушаться меня? Буду. Обещаю. Женя, многие прохожие обратили внимание на прическу Лены. И сказали, что эта косичка чем-то схожа с ансамблем «Березка», какое-то народное творчество, уже давно не актуальное. Здесь проблема-то не в этом. Ты говорила, что Лена хочет максимально выглядеть сексуально. Да. Кого-то явно привлечь. Вот этим всем работой в фотошопе, позами, внешним видом, стразами. Вот обратите внимание, у вас на всех частях тела расставлены акценты. Причем максимально яркие. Во-первых, хочу вам сказать, что вы должны избавиться от этого. И уже с сегодняшнего дня начать новую жизнь. Ладно, будем смотреть, работать с вами. До встречи. До встречи. Ну что, друзья, мы поняли нашу задачу. Вижу, что эта история вас вдохновила. Я надеюсь, что, встретившись через месяца-два, будем искать различия между настоящей Леной и вот этими фотографиями. Сегодня у Елены знаменательный день. Она сделает первый шаг навстречу к своему виртуальному двойнику. Женщине предстоит пластическая операция у профессора Блохина. Сергей Блохин – один из первых пластических хирургов СССР. Занимается эстетической хирургией более 30 лет. За это время провел около 30 тысяч пластических операций не только в России, но и за рубежом. О, мы уже здесь. Да. А ну-ка встань. О, ты собралась, как на новогоднюю елку. Но я хочу тебя горчить. Да. Сегодня елки не будет. Сегодня будет похлеще. Ну все, ты готова, да? Да. Действительно, Елену ожидает серьезная программа преображения. Что ты тут нафотошопила? Вот как теперь мне вот это сделать, а? Ой, мамма миа. Задачу, конечно, не поставила очень серьезную. Мне ушло пять минут. А мне сейчас уйдет три часа, чтобы только хоть как-то приблизить. Ну а что делать? Раз я с тобой связался, мне деваться уже некуда. Ну ладно. А ложись, будем размечаться. Я тебе тут наговорил, конечно, но ты не обращай на это внимания. Работа стандартная. Ну что, не страшно? Нет. Я к вам пришла как на первое свидание. А какое у тебя было первое свидание? И когда? Ну и давно это было. 15 лет. Да уж я предозреваю. Вот тогда я так волновалась. А у меня первое свидание было 50 лет назад. Еще в детском садике. Я уже тогда любил женщин. Они не особо меня любили. Ну ладно. Чтобы приблизить лицо Елены к ее виртуальному образу, профессор Блохин со своей командой делают круговую подтяжку лица, блефоропластику и лифтинг бровей. Лифтинг бровей. Это подтяжка структуры лобно-височной зоны с отделением их от кости. Такая процедура помогает избавиться от тяжелых век, а также изменить форму глаз и положение бровей. Глаза женщины будут такие же большие, какие она моделировала себя при помощи фотошопа. После работы хирургов подключается косметолог. Она проводит процедуру лазерной шлифовки лица, что поможет сделать кожу Елены такой же гладкой и ровной, как на ее фотографиях. Все, что мы задумали, мы сделали. Ну а теперь время покажет, смогли мы добиться поставленной перед нами цели или нет. Привет, Лена. Привет. На твоей истории стоит номер тысяча. Значит, в этом году ты моя тысячная пациентка. Вот для тебя цветы. Какая красота. Поздравляю тебя. Меня так порадовали. Спасибо. Вдвойне. Можно сказать, что... Ну как себя чувствуешь? Вы знаете, я уже, бы сказала, я неплохо очень даже в норме и представляю, что я уже на пляже с коктейлем. У тебя еще наркоз не отошел, я тебе скажу. До пляжа еще далеко. Давай, восстанавливайся побыстрее. А мы все, что надо, сделаем. Через пять дней после операции ведущая Светлана Абрамова приехала в Авантеевку навестить героиню дома. Привет, Лена. Ну-ка, дай-ка я на тебя посмотрю. Я же тебя не видела ни до, ни после операции. Вот такая я красивая. Ты действительно хорошо выглядишь. Да, ты так думаешь? Я сейчас тебя еще смотрю хорошенько. Все равно расстраивает меня внешний вид. Я понимаю, что это все временно. Но смотришь на себя в зеркало, видишь глаз, который кровавый, щечки не те заплывшиеся. Конечно, ты выглядишь сейчас не как на фотографиях, которые ты показывала. Ну а что там в социальных сетях-то жизнь продолжается у тебя? Решила больше заниматься реальной жизнью. Тяжело было? Ну, какое-то время это как наркотик, наверное, маленечко засасывает, да. Не могу понять, тебе написано здесь 31. Тебе же 41. Мы тут, понимаешь, столько сил прикладываем, чтобы тебя вернуть на 10 лет назад. А ты двумя клавишами все раз и заморачиваешь людей. Ну, почему я заморачиваю? Они сами заморачиваются. Многие сидят вообще под какими-то аватарками. Я реальная, да, я живая. Ну, подумаешь, я себя там украсила на фотографии. Давай мы удалим эти фотографии прямо сейчас. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Много. Ну, мы будем удалять. Я не хочу этого делать все равно. А почему не хочешь? Ну, потому что это прошлое, его нельзя выбрасывать. С прошлое нельзя вычеркнуть из жизни. Я же храню альбомы. Даже воспоминания тяжелые. Но все равно не убираю. Потому что это мое прошлое, которое нельзя изменить. Часть же прожита. Второй раз мне никто не вернет, чтобы я могла ее изменить, как фотографию. Чтобы открылась новая дверь, нужно закрыть предыдущую. Давай будем закрывать. Светлана Абрамова не ожидала, что ее подопечной будет так тяжело расставаться со своим виртуальным двойником. Я тебе лично подарю фотосессию с каким-нибудь очень модным фотографом, чтобы он сделал красивые фотографии, тебя настоящей. И мы вместе выставим их в эту вот твою сеть социальную, любименькую. Вау, спасибо, спасибо, ура. Я очень рада. Спасибо. И пообещай мне, что ты не будешь сейчас судорожно восстанавливать те фотографии, которые сейчас он удалял. Я проверю. У меня тоже есть соцсети некоторые. Заглядывай туда. Я не обманщусь. Если я сижу рядом с человеком, смотрю ему в глаза, я никогда не обманываю. Смотрите далее. Я, конечно, стесняюсь, но можно, я вас чмоку. Пожалуйста. Я себя чувствую очень такой богатой, крутой леди с Мерселесом. Ой, мне нравится эта девушка. Через две недели героиня чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продолжить процесс омоложения. Сегодня Елена отправляется в стоматологическую клинику на прием к Олегу Конникову, чтобы решить неожиданную для ее возраста проблему. Олег Конников, врач-стоматолог высшей категории. Окончил два университета. Один в Москве, другой в Вене. Более 15 лет занимается имплантологией и ортопедией. Сегодня у нас непростой будет такой прием. Я тебе хочу познакомиться с Григорием Вадимовичем. Как обычно, в сложных ситуациях на помощь Олегу Конникову приходит его коллега-хирург Григорий Евдокимов. Мы сейчас этот зуб удалим и сразу на его место установим имплантат и временную коронку на него. А это можно? Нет. У вас будет анестезия. Процесс смены молочных зубов на постоянные обычно начинается с 5 лет и заканчивается к 15 годам. Однако бывают случаи, когда молочные зубы остаются. Такую ситуацию лучше исправить как можно скорее, потому что молочные зубы больше подвержены кариесу. Кроме этого, они препятствуют нормальному росту постоянных зубов. от удовольствия. Мы удалили молочный зуб, поставили имплантат и Олег сделал временную коронку. Через несколько недель, когда имплант уже прижился, Елена вновь у стоматолога. На этот раз ее ожидает процедура отбеливания. Ну что, давайте посмотрим результат. Ой, даже страшно. Ну, вы знаете, я звезда. А самое главное, что мне хочется улыбаться. Пожалуйста. Я, конечно, стесняюсь, но можно я вас чмокну. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Да, мне. Так и теперь встретимся с вами на финале. Следующим этапом в процессе преображения Елены будут косметологические процедуры. Проведет их Надежда Вещепанова. Надежда Вещепанова. Кандидат медицинских наук, врач-косметолог с 20-летним стажем. Дипломированный специалист в области инъекционной и лазерной косметологии. Лена, я сегодня не одна. Я с доктором Алексеем Михайловичем Парфеновым. Здравствуйте. Так как у тебя есть новообразование на губе, которое мы решили убрать. Хорошо? Да. Ложись. Я вас оставляю в надежных руках. Да. Присоединюсь чуть позже. Не переживайте. Елена давно научилась избавляться от новообразования на верхней губе при помощи фотошопа. Хотя оно и безопасно для здоровья, но выглядит совсем непривлекательно. Сегодня косметолог решит эту проблему раз и навсегда. Нормально? Чуть-чуть. Как кто-то... Побаливает? Да. Кстати. Это было некрасиво, ей было неудобно, но ей мешало. В принципе, будет небольшая ранка, потом будет корочка, она отпадет, и не останется следа. Лен, давай немножко освежим кожу, да, немножко шелушим, и увлажним гиалуроночком. Чтобы освежить кожу героини, Надежда проводит гидромеханопилинг. Это аппаратная процедура, которая включает в себя несколько этапов. Сначала лицо очищают. Затем аппаратом с алмазной насадкой отшелушивают верхний слой кожи. В завершение наносят сыворотку с гиалуроновой кислотой. Такую процедуру можно делать раз в месяц при жирной пористой коже, пожалуйста, раз в две недели. Тогда кожа будет всегда свежая, очищенная, матовая, с красивым цветом. Лен, по-моему, вы все ближе и ближе к той фотографии, которую мы видели перед операцией на разметке. Да. Осталось чуть-чуть. Для наилучшего результата Надежда делает Елене коллагеновую маску. Она одновременно увлажняет и подтягивает кожу. Процедура оказалась столь приятной и расслабляющей, что Елена даже задремала. Просыпаемся. Ну как? Очень приятное ощущение. Поводить мышечки. Как у младенца. Очень нежное, приятное. Завтра будет вообще волшебное лицо. И напоследок косметолог делает Елене уколы ботокса в межбровье и вокруг глаз. Благодаря этим инъекциям уже через две недели морщины разгладились. Стал заметен эффект от лазерной шлифовки и сопутствующих процедур. Кожа выглядит молодой и свежей. При помощи экспертов-врачей Елена заметно преобразилась. Вот только прежней у женщины осталась привычка одеваться. Сможет ли Катя Гершуни изменить взгляд героини на свой гардероб? Катя Гершуни. Эксперт по стилю. Уверена, что в любом возрасте женщина должна стремиться выглядеть ярко, модно и немного экстравагантно. Лена, Света, привет! Привет! Привет, Катя. Ну, проходите, пожалуйста. Отлично выглядишь, но только, Свет, конечно, мне хочется поскорее начать свою работу, поскольку я, честно, не понимаю, Лен, ну, зачем тебе эти стразики? Боже, в силеные ногти! Ну, любит Лена, любит Лена. Ну, что же такое? А как мне? Меха, сережки. И самое главное, вот эта вот перламутровая помада. Женщины России, пожалуйста, перестаньте покупать перламутровые оттенки помад. Ну, пожалуйста. Ведь это, ну, правда, делает женщину несколько старше, чем она есть на самом деле. А в тренде, кстати, матовые текстуры. Катя, вот ты меня научишь, и я стану такая же красивая. Красивая. Нет, пожалуй, сегодня я заберу у тебя все и дам тебе все новое. Тем более, что делать мне это будет очень приятно, ведь ты обладаешь такой красивой фигурой. Песочные часы. Тип фигуры песочные часы считается эталоном женской красоты. С таким телосложением можно позволить себе любые эксперименты. Главное, всегда акцентировать талию. Подойдут обтягивающие платья. Беспроигрышный вариант платье-футляк. Любые юбки, в том числе с поясом и завышенной талией. Прямые брюки. При выборе блузок лучше отдать предпочтение моделям с глубоким декольте либо запахом. Держи, пожалуйста. Ты, наверное, ждешь, что там будут странные, яркие рюмиксы. Я уже всех мечтала. Иди, переодевайся, мы ждем тебя здесь. Да, хорошо. Ой, Лена теперь настолько хорошо выглядит, что ей, конечно же, больше не нужен никакой фотошоп. Зачем она все на себя вот это надевает? Вот, Катя, ну, потому что Лена хочет привлечь в свою жизнь мужчину. Какого мужчину можно представить рядом с ней? Какого? Какого-то, ну, явно не лондонского Дэнди. Ну, я бы хотела, чтобы ты сделала глубокий вдох и открыл глаза. Ой, очень сердечко. Открывай. Вот это да! Я просто звезда. Честно? Все так просто. И в то же время очень дорого. Я себя чувствую очень такой богатой, крутой леди. С Мерседесом и с таким мужчиной закачаешься. Лена, я вспоминаю, как ты рассказывала, в каком виде ты можешь пойти на работу. Корсет, юбки, мини наверняка. Уж если Лена ходит на работу в корсетах, то уж в таком ярком образе она точно может появиться в офисе. Комплект, который подобрала Катя Гершуни, подойдет как для офиса, так и свидания. Жакет придает образу деловитости, а блуза оранжевого цвета и брюки с графическим принтом добавляют непринужденности. Ну, Лена, готова ли ты взглянуть на себя? Угу, готова. Тогда открывай скорее глаза. Вау, вот это да! Катя, слушай, кому же такая красота достала? Ой, мне нравится эта девушка. Ты знаешь, ты моя фея. Я очень люблю сказку «Три орешка для золушки» и там три наряда. Мне кажется, я в этой сказке. Когда я одену третий наряд, и будет принц. У меня есть последний нюанс в твоем образе. Солнцезащитные очки. Ну, все-таки скоро лето, поэтому мы готовимся к солнечным дням. Какая стильная леди. Да, очень стильная. Во втором комплекте Катя умело соединила последние тренды. Плесерованную юбку актуального кораллового цвета и укороченный топ, открывающий живот. А также предложила Елене рюкзак из металлизированной кожи. Рюкзак – это модная альтернатива дамской сумочке. Осталось вручить тебе последний, финальный комплект. Но в этом образе ты сможешь увидеть себя только в финальной студии, тогда, когда наш любимый бьюти-стилист стилист Евгений Жук поколдует над твоим макияжем и прической. Держи. Спасибо. Евгений Жук – стилист-имиджмейкер, специалист по волосам и макияжу. Фэшн-индустрия работает более 10 лет. Ох! Та-дам! Ку-ку! Как вы решили мне напомнить о внешнем виде, какой у тебя был раньше. Да, я привела тебе Лену, наша королева фотошопа. Да, Лен, ты хорошо выглядишь, здравствуй. Да, после работы Сергея Николаевича Лена практически приблизилась к своему идеалу. Я по традиции ничего рассказывать не буду, ты не увидишь весь процесс работы. Давай уйдем от этих традиций, Жень. Нет, не надо. Я думаю, сегодня тоже не стоит. Лен, как ты видишь, здесь нет зеркал, поэтому процесс работы ты не будешь наблюдать. Ну и только в конце ты увидишь себя в полной красе. Люблю сюрпризы. Лена, тебя ждет еще один сюрприз. Я помню, обещала тебе подарить фотосессию. Так вот, после того, как с тобой поработает Евгений Жук, тебя будет фотографировать самый модный фотограф Москвы. Я рада! Ну а сейчас я вас оставляю. Лена, увидимся с тобой на фотосессии. Хорошо. Давай. Присаживайся. Лен, перед тем, как начать работать, я хочу рассказать о твоем типе лица. У тебя вытянутый тип лица. При вытянутой форме лица волосы могут быть короткой и средней длины. Идеально подходят прически с локонами. А вот прямые длинные волосы еще больше вытянут лицо. Челка поможет скрыть широкий лоб. Особенно красиво будут смотреться густая челка и боковые пряди в виде лесенки. Лен, ну, нужно прекращать с твоим образом молодящейся Барби и в первую очередь нужно избавиться от этого ободка со стразами, который ты украла у девочки на улице, наверное. Хорошо, Женя, как скажешь. Так, ну, приступаю к окрашиванию. Страшно? Страшно. Что же получается, Лен, что ты в свои 41 год ты поняла, что виртуальная жизнь не так хороша, как действительная? Я поняла, что в виртуале все-таки человек сидит за компьютером, он может написать все, что угодно. А когда ты уже видишь рядом, это эмоции. То есть понятие лучше быть, чем казаться, очень даже в силу. И потом мне приятнее подойти и обнять, чем сидеть и строчить эти письма. Смотрите далее. Ну что, Лена, настал самый торжественный момент в нашем шоу. Ничего себе! Ну это же круто! Ты догадываешься, что у тебя изменился цвет волос. конечно. Ты расстроилась? Ну, мне кажется, когда я стану с темными полостами, наступит опять тот же период, когда я была долго в одиночестве. Я тебе обещаю, что с таким цветом волос ты не будешь одинока. Посмотрим. Расскажи мне вот про знакомство именно в соцсетях. Были же, наверное, такие случаи, когда приходил мужчина, и ты понимала, что у него фотографии все обработаны. На самом деле, один раз очень реальный мужчина отличался от фотографий. Вроде казался темненьким. Пришел такой рыжий, веснущитый, полненький. То есть, это совсем... Не твой типаж? Да, да, да. А ты, кстати, подумала в этот момент, что ты точно так же можешь создавать сомнения у мужчин? Да, конечно. Тем не менее, я уже далека от этого. Я хочу научиться жить в реальной жизни. И у тебя это получится, а уж поверь мне. Я буду стараться. Полная надежд Елена с нетерпением ждет финала. Евгений завершает свою работу. Оценит ли героиня свой новый образ? И главное, свой новый цвет волос? Узнаем совсем скоро. Преображение Елены подошло к концу. Как и обещала Светлана Абрамова, перед встречей с экспертами у героини модная фотосессия. О, отлично. Давай. Лена позирует словно звезда. Правда, она даже не подозревает, как сейчас выглядит. Да-да, молодец. Стала ли реальная Елена выглядеть так же молодо, как на фотографиях, которые она умело обрабатывала при помощи фотошопа? Прямо сейчас. Сколько сейчас лет вы дадите этой стильной, молодой, яркой красотке? Сергей Николаевич. Ну, я думаю, что мы справились с задачей 10 лет минус. Олег. Мне кажется, около 30. Женя, твое мнение? Ну, я округлю цифру 30 лет. Мне кажется, ей не дашь больше 30 лет, а точнее, 29. Вот это моя точка зрения. Ну, что, Лена, настал самый торжественный момент нашего шоу. Ничего себе! Ну, это же круто! А-а-а! 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 Ой, Сергей Николаевич! Спасибо! Спасибо! Алиса! Какая же она красивая! Спасибо, Женечка! А-а-а! Катечка! А-а-а! 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 Спасибо вам! Это так неожиданно, конечно! Весь мир как будто перевернулся в какое-то мгновение. Я так счастлива, что Лена наконец-таки может оставить вообще всю идею фотошопа в прошлом, потому что теперь она может смело шагать в реальную жизнь. Друзья, буквально перед встречей с вами у нас была фотосъемка, и вот фотографии, которые там получились. Ну, след смотрим себе. Ого-го! Вот это да! Классно! Я хочу подарить тебе флешку со всеми новыми фотографиями. Ты можешь размещать их в интернете и не бояться того, что твой образ виртуальный будет отличаться от реальной внешности. А-а-а! Здорово! Я очень рада, что существует такой проект, что я на него попала, что вы именно меня выбрали. И я уже полна планов, идей на будущее. Я сегодня решение сказала, что я решила начать все с чистого листа. Ну, а нам остается собрать комплименты и комплименты от обычных прохожих. Их мнение о том, как ты выглядишь сейчас. Да, очень интересно. Пойдем? Пойдем. Спасибо вам, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ На сколько лет выглядит вот эта девушка? 27 или 25? Мне кажется, не больше 27. Думаю, 25. Или 27, наверное. 27. На мой взгляд, 25. На самом деле ей 41 год. Как вам? О, Боже! Никогда в жизни не сказала. Офигеть! Ого! Ну, я вас поздравляю. По результатам общественного мнения в самом начале проекта 41-летняя Елена выглядела в среднем на 46. Сегодня незнакомые люди решили, что ей не больше 28. Наши специалисты в очередной раз доказали, повернуть время вспять реально. Увидимся ровно через неделю. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!